Всем привет-привет-привет! Сегодня у нас прямой ЭТСИ-эфир на тему витражное моделирование. Обожаю витражи, обожаю нестандартные виды моделирования, обожаю вкладной френч. Это именно техника вкладного френча. Ну, как истинный конкурсный мастер с многолетним стажем, я не могу не любить эти техники, потому что времена, когда мы участвовали в конкурсах, ну, кто-то и сейчас участвует, я немножко с этим подзавязала, хотя вот девчонки меня в Питере уговаривают, уговаривают, подбивают пойти на конкурс в Питере. Я вот сейчас хочу посмотреть, какие проходят чемпионаты в Питере местные. И раньше я знаю, что был очень сильный чемпионат Невские берега, не знаю, сейчас он проходит или нет, хочу узнать, вот, может быть, мы командой резидентов поучаствуем, вот. Не хватает своих конкурсного движения. Так вот, тема у нас сегодня – витражное моделирование. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь. Тема – витражное моделирование. Многие мастера его пугаются, думают, что это очень сложно. Кстати, что еще хотелось бы сказать, то, что сейчас витражное моделирование, аквариумный дизайн, длинные ногти – это сейчас все в тренде. Если еще у вас это не в тренде, то ждите, оно уже чуть-чуть подбирается. Девчонки, те, кто в ТикТоке сидят, давайте честно сейчас скажем, признаемся, что очень популярны длинные ногти, аквариумный дизайн, много всего, такого даже трэш-варианты. Спасибо. И, кстати, именно у девчонок, у молодежи, там, до 25 лет, очень популярны длинные ногти с витражом, аквариумом. Даже вот моя любимая Настя Ивлеева, и то периодически делает себе выкладной витражный френч. Ну, как бы, да, на секундочку авторитет. Поэтому очень рекомендую всем освоить технику выкладного френча. Она одна. Вот сегодня будем сделать с вами витражный френч именно. По такой же технике мы делаем и белый, и какой-нибудь цветной, и любой другой. В общем, техника моделирования одна и та же. Просто, как бы, разное наполнение саму френча. В конкурсе есть такая номинация, называется «Декоративный френч». И вот именно по этой технологии, которую мы начинаем с вами делать, делают ногти на конкурсе. Поэтому, если вы хотите или хотели когда-нибудь попробовать, поучаствовать, обязательно осваивайте технику выкладного френча, она вам пригодится на конкурсах. Вот те девочки, которые сейчас, возможно, готовятся. Я знаю, что в Ростове вот Юлия Донченко готовит. В марте вроде бы будет отборочный. Здрасте, здрасте, все знакомые лица. В Ростове будет отборочный в марте. Должен быть, в феврале его перенесли. Это вот тот отборочный, которому я готовила много лет команду. Вот. Если кто-то хочет вдруг поучаствовать в конкурсе, пишите Юле в директ, она вас проконсультирует. Ну что, поехали. Вроде бы чуть уже подсобрались. Я буду делать сегодня на себе. Блин, ножницы нет у меня. Жалко, конечно. Нечем даже обрезать перчатку. Сейчас, секундочку. Пошла. Буду делать на себе. Вот. На большом пальчике. Сейчас, как всегда, сделаю один. Потом я хожу с нормальными, одинаковыми ногтями. Уже две недели. Мне девочка резидент сделала красивые ногти. И вот я сейчас чувствую, если я сделаю один, то будут и все остальные. Ну ладно. Быть, чему быть, того не миновать. Ну что, давайте начнем. Вроде бы уже подсобрались. Дурацкий мой крепеж. Очень неудобный. Сейчас девчонки настрою, пока я его... Вот как-то так. С ним катастрофически неудобно пилить. Эта палка дурацкая. Дурацкая палка. Ну я буду приближать лучше. Так будет, наверное, даже удобнее. Сейчас достану себе лампу. Я уже приготовила материалы, которыми мы будем с вами работать. Для работы нам сегодня понадобится... Для работы нам сегодня понадобится... Монофаз гель. В витражном моделировании это незаменимый продукт. Просто незаменимый. Вот. Есть у нас прозрачный... Сейчас будете спрашивать. Изиванок, ригель, клер. Лучше всего монофаз. Держит арку раз. Кристально прозрачный два. Жесткий три. То есть он должен быть и жестким, и кристально прозрачным, и держать арочку для того, чтобы его можно было использовать в аквариуме, в витраже и так далее. Акригель клер разжимает арку. Он мне в этом плане не очень нравится. Изиван, он вообще только для укрепления слабых ногтей. Он очень гибкий, мягкий. Для наращивания он не подходит. Если вам нужен идеальный прозрачный гель, это монофаз. Дальше можно только его использовать для моделирования. И вот я буду использовать акригель милк. Для моделирования удлинения ногтевого ложа. Тащусь просто именно от молочного ложа. Можно делать и использовать акригель кавр. Если вам хочется именно розовенький, чтобы было ложе, такой натурального оттенка, то берите кавр. Я что-то тащусь в последнее время по милку, именно по белесо-молочному удлинению. Поэтому я возьму милку. Я еще буду использовать акригель глаз. Ой, извините. Чихнула. Блин, сорян. Не могу. Ой, смешно. Я буду еще использовать акригель глаз в качестве подложки. Сейчас объясню, почему. Можно сделать подложку монофаз гелем, удлинять с ложи милком и дальше уже уравнивать поверхность тоже монофаз гелем. Смотрите, не всем удобно гелем прозрачным работать на подложке. Многие девчонки, вот у меня сейчас были девочки, ученицы, жалуются, что его плохо видно. Плохо видно, неудобно. Он там где-то потек. Я его там не заметила, да, грубо говоря. А акригель, он густой. И он плюс такой вот, все-таки не такой кристально прозрачный, как гель. Его на подложке видно. Его удобно выкладывать. Он как бы там, если длинные ногти, не рассечется ничего. Плюс он очень жесткий. Смотрите, если ноготочки слабые, то я рекомендую на подложку, на форму выкладывать его именно. Можно, если у вас все с этим круто и хорошо, можно только монофаз и милк. Я буду тремя продуктами пользоваться в наращивании. То есть я вот, ну, как бы такую технологию выработала. Она мне очень нравится. Когда акригелем выкладываешь подложку и потом выпиливаешь ложи на подложке, как-то комфортнее себя чувствуешь. Гель все-таки он чуть-чуть как-то вот гуляет. Я тоже его не вижу. Кого? А, гель. Господи боже, простите. Эфир, конечно, сохранится. Поэтому можете в качестве, даже когда салонные ногти просто наращиваете, попробуйте акригелем кончик. Во-первых, он все-таки жестче гораздо, чем любой другой гель. Если ногти слабые, допустим, пришел клиент со слабыми ногтями и попросил длинную длину. Понятное дело, что не рекомендуется. Но, как бы, если клиент очень настаивает, делайте подложку акригелем. Он все-таки более жесткий. Вот. Итак, монофаз, акригель глаз, акригель milk. Ну, соответственно, nail prep, ultra bond, база. Формы одноразовые. И я, конечно же, буду сегодня пользоваться витражными красками для, соответственно, витража. Я решила намешать оттенок, то есть, чтобы показать вам, что витражные краски не только в чистом виде можно использовать, их еще можно между собой смешивать. Очень красивые получаются цвета. Мой любимый, конечно, морская волна. Я его делала недавно, возможно, вы видели. Как бы желтый в чистом виде. Мне не очень нравится. Я его, как бы, люблю смешивать с красным. Он тогда такой оранжевый, персиковый получается. В чистом виде, ну, как бы, такой чуть-чуть для витража. Ну, не очень такой вот, да. Прям супер вкусный. Синий. Ну, синий он очень красивый. Он прям синий электрик. Можно чистым делать витраж, будет очень красиво. Вот мой любимый морская волна. Ну, ну, люблю я его еще со времен, не знаю, там, 2010 года. Такие цвета мне нравятся. Вот, розовый, лето. Вот мы делали с ученицей недавно. Розовые витражи, вообще, кайф-кайф. А я сегодня смешаю розовый и синий. И у нас получится такой фиолетово-сиреневый витраж. Мне очень нравится этот оттенок. Я прям кайфую-кайфую. Поэтому мы смешаем. Итак, все, материалы показала. Поехали. Ноготь подготовила. Ой, чувствую, будет у меня витражи. Ой, чувствую. Скриньте этапы. Смотрите, если хотите потом повторить, просто скриньте, допустим, вот там. Сейчас, потом с формой сложим, чтобы вы этапы помнили и могли попробовать самостоятельно. Если не планируете, допустим, пересматривать. Итак, обезжириваем ногтевую пластину. Это можно убрать, наверное. Лампу, наверное, можно поближе поставить все-таки. Вот, вот так будет прям удобно. Обезжириваем. Обязательно наносим Нелпреп и Ультрабон. То есть, это у нас незаменимые препараты в классическом моделировании. Подготовка, она всегда, в принципе, одинаковая. Мы обезжириваем, дегидрируем, удаляем излишнюю влагу. Ну, в классическом моделировании обязательно наносим дегидротант. Если ногти очень влажные, влажные руки, можно нанести несколько раз. Если нормально, не обязательно. Мой вопрос в значке вопроса. Хорошо. Сейчас, чуть-чуть попозже, хорошо? Я не буду сейчас отвлекаться на вопросы. В конце отвечу. Иначе мы будем делать очень долго, потому что, как бы, моделирование непростое. Ультрабонт мы уже наносим с отступом миллиметр от кутикулы в один тоненький слой. Не наносите жир на ультрабонт, иначе образуется слишком густая дисперсионная пленка и могут пойти отслойки. Ультрабонт обязательно на воздухе мы выдерживаем одну минуту. То есть, он должен испариться. Это обязательно. И наносим базу. Опять-таки, повторюсь, каждый раз говорю, буду говорить каждый-каждый раз. Ой, не то. Вот. Если ногти влажные, тонкие, слабые, это база гель-лака. Если ногти сухие, возрастные, ломкие, супербонт. Все. Возрастные, слабые. Все. Если нормальные, то можете и то, и то использовать. Я вот себе, мне, например, круче подходит все-таки база гель-лака. Во-первых, я часто спиливаю ногти. То есть, я их часто повреждаю. Поэтому, и у меня девочка была, клиентка, еще когда в салоне работала, парикмахер. Я ей делала только базу гель-лака под гель-лака, под гель-лак, под гель-лак, укрепление. Потому что она очень много в воде. Это, как бы, самый крутой способ. Потому что, пока мы ей делали базу гель-лак, у нее просто все отслаивалось к чертям. Так, сушим 30 секунд. И будем устанавливать форму. Блин, зря я перчатку надела, конечно. Ну, ладно. Так, вопрос. А можно как подложка своя длина ногтя 2,5? Можно как подложка своя? Да, конечно, можно. На своих ногтях то же самое. Ну, как бы, просто... Единственное, что ногтей же он не кристально прозрачный, и витраж будет вот, ну, не такой прям вот красивый. А под белый выкладной френч, ну, если не нужно прям прозрачный, если есть своя длина, прям на своем и делайте. Это, как бы, вот нет. Тогда мы делаем, мы ставим форму, делаем подложку, и потом уже всем привет, всем привет. Вот, а если есть своя длина, вы прям на своей длине выкладываете ложе, выпиливаете его и декорируете свободный край. Конечно, можно вообще очень-очень-очень легко. Так, устанавливаем форму. Форму просто. Вот, девочки у меня были ученицы на индивидуальном обучении на той неделе, все благотворили просто наши формы. Я полностью поддерживаю. Вера Мирошниченко, конечно, бог, что сделала такие формы. Просто идеальнее, наверное, мне кажется, уже не придумаешь. Так. Сейчас у меня будет все липнуть. Я, когда на себе делаю, я вот так отгибаю ушки, чтобы они не слипались. Я все-таки сниму перчатку, потому что иначе я буду вас сейчас бесить вот этим своим тыканем. Все, ставим форму. Я сделаю миндаль. Когда мы наращиваем миндаль, форма чуть-чуть наклоняется за ногтем вниз. Если бы я делала квадрат, я бы ее вздергивала. При миндале чуть наклоняем вниз, центральную линию держим по центральной оси пальца. Это очень важно. То есть вот центральная линия, и мы ее выдерживаем по центральной оси пальца. Это нам дает симметрию, то есть ровность. Ушки приклеиваем. Ушки на одном уровне обязательно. Ни выше, ни ниже. И вот так, и вот так. Так, склеиваем. И теперь кончику заужаем. Если бы я делала квадрат, я бы не заужала кончику, оставила бы трубочку. Чем уже я хочу свободный край, тем сильнее я зажимаю форму к кончику. Очень большой еще плюс и кайф форм в том, что здесь, смотрите, вот для миндаля есть полосочки. Видите? Вот и для тех, кому сложно выводить форму миндаль, здесь все сделано за вас. Пожалуйста, вот. Видите? И тогда получается идеальный, идеальный миндаль. Все. Конечно же, в витраж, чем длиннее нога, тем красивее. Я буду делать монофаз гелем. Мне комфортнее выкладывать подложку гелем. Показала вам акригель. Это вот если вы не видите подложку на форме, вам тяжело прозрачкой работать, возьмите акригель прозрачный, он, его видно. Ну и плюс он не растекается. Я вот как-то привыкла, вы знаете, с конкурсов работать гелем, потому что быстрее, чем гелем, ничем подложку не выложишь. Я прям сделаю вот такой длинный ноготь, красивый. И вот прям по полосочкам. Здесь вы даже линии эти все, не ошибетесь. Максимально удобно. Не знаю, что может быть еще круче. Просто готовая разметка под миндаль. Заводим. И вот так на форму растягиваем. Не делайте бугров. Ну то есть вот сбоку должно быть все ровно. Если вот так бугры выложите гелем на подложку, потом вы, когда начнете выкладывать ложе, у вас не получится идеально ровно выложить улыбку. Будет все вот такой вот в буграх. Когда новый марафон? Не знаю. Пока не придумала еще. Давайте, может быть, к 8 марта сделать. Как вы считаете, к 8 марта сделать марафон? И какой? Можно по каким-нибудь сложным, мне кажется, формам. Если есть необходимость, можно поджать. Аккаунт уже для марафона есть. Если вы участвовали в предыдущем марафоне, то вы уже там есть, если не удалились. Аккаунт будет тот же самый. А может, после? Может, и после. Не знаю. Блин, но у меня на самом деле перед 8 марта, скорее всего, не получится, потому что у меня там индивидуальные обучения каждый день стоят. В общем, я посмотрю. Уже спрашивали. Девчонки хотели еще марафон. Вот если есть запросы, конечно же, я сделаю. Все, просушили. Я вам рекомендую на этом этапе не снимать форму. Вот выкладывать ложи, выпиливать, а потом снимать форму. А почему? Сейчас в перчатку надену обратно. Потому что если снимете, подложечка же тоненькая. Вот мы с девчонками делали на прошлой неделе. Страшно пилить. Им кажется, что подложка отвалится. Хотя она не отвалится. Но чтобы вам было комфортнее дальше работать, не снимайте форму. Пока полностью не выложите. А я сниму. Я люблю видеть прозрачный. Я не боюсь сломать. Я не боюсь, что она отвалится. Что я знаю, что она не отвалится. Поэтому я снимаю. Старайтесь выкладывать. Я всем всегда об этом говорю. форму и длину. Вот как она должна быть в итоге. Никаких запасов. Если вы хотите миндаль, пусть это будет сразу миндаль. Не надо его делать овалом, чтобы потом его пилить очень долго. Делайте сразу аккуратно. Вам потом меньше работы будет. Тем более, когда ногти длинные. Так, ну что. И теперь ложью выкладываю. Ой, обожаю. Просто обожаю. Кригель Милк. Я его когда... У меня закончился уже флакон. И сегодня новый взяла. Туба точнее. Я работаю палочкой. Кисточкой практически не работаю. Поэтому я обезжириватель использую. Еще можно... Мы с девчонками когда обучаемся. У меня вот есть вот такая мисочка. И туда наливаем спрейчик. И потом палочку туда макаем. Давайте сейчас так и сделаем. Для красоты, так сказать. Так. Сердечечко. Если вы никогда не работали акригелем Эмми. Или вообще вы его не... Возьмите, пожалуйста, Милк и Кавер. Вы просто охренеете. Они настолько крутые, что мне хочется прям просто петь им оды бесконечно. Ногат длинный, поэтому... Побольше возьмем. Куда ты пошел? Ставим на ноготок. Смачиваем. Я вот так делаю. Сначала его со всех сторон пришлепываю, как тесто, как будто бы мешу. Чтобы он был ровным и красивым. И дальше спускаю на нет кутикули. На палочку стараюсь не давить. Какая-то она корявая. Сейчас я другую возьму. Кстати, на Эмми Шоп. Приобретая товар. Не забывайте вводить промокод на скидку. С моим промокодом, если будете покупать, у вас будет скидка 12%. Промокод выставлю в сториз после эфира. Так, спускаем. Смотрите, вот сюда в ноль. Около кутикулы у нас не должно быть толщины вообще в принципе никакой. То есть там она ноль. Я приопили пилочкой, просто снимаю блеск. Поэтому выкладывать там ступеньку, 0,5, вообще нет никакого смысла. Чем тоньше вы выложите около кутикулы, тем меньше вы потом будете пилить. То есть наша все-таки задача пилить как можно меньше. Ой, боже мой, ну я от него просто тащусь. У него такая консистенция. Фух. Прямо какая-то медитация, честное слово. Так, вытягиваю вот сюда в длину. То есть мне нужно ложе удлинить визуально. Вот сразу его вытягиваю. Сюда уже начинаю спускать небольшую толщину. То есть ребро жесткости должно быть у меня 0,5. Я сюда уже начну сейчас чуть-чуть вот так вот спускать, спускать толщину. Все, до вроста я спустила и остановилась. Потому что линия улыбки, она формируется от вроста до вроста. И вот на этом этапе, чем точнее вы выложите ложе, тем меньше вы будете пилить. Просто в идеале вы должны просто пару раз пилочкой махнуть, снять блеск и должно быть все готово. Кому удобно кисточкой, можете раскладывать кисточкой. Можете потом разглаживать кисточкой. Я раскладку делаю полностью палочкой. Вот еще чуть-чуть вытяну. И теперь беру палочку, ставлю ее перпендикулярно плоскости и вот так формирую линию улыбки. Если я сразу сделаю красивую, узенькую, аккуратненькую, то мне нужно потом будет просто снять блеск. Ой. Чуть-чуть там может быть где-то подровнять. И линии улыбки будут готовы. Тут много. Вот. Не заставляйте узкий френч вот эту зону, потому что в витраж все-таки хочется, чтобы там было побольше красоты. Если вы выложите, оставите очень маленькое расстояние, ну, будет такой куцый какой-то. Угу. У меня опять-таки под камеру, конечно же, не очень удобно. Я его не вижу со всех сторон. Поэтому чуть-чуть медленно получается. Так, вот. И вот такая должна получиться у вас архитектура. На взлет от кутикулы до центра ногтевой пластины. Если у вас пойдет вот так сразу на спуск, то потом сформировать продольный изгиб красивый у вас не получится. Можно сделать ложе даже уголком. То есть вот такое прям. Я как-то на конкурсе делала. Но это тоже по вкусу. Сюда чуть-чуть спустим. Угу. Можно пройтись. Кисточка еще его выровнять, вылизать чуть-чуть. Но не обязательно. Все. Можно сушить. И будем пилить. Сейчас еще раз посмотрю. Сушим. Ой, красавчик! Сколько должна быть ширина выложенного ложа? Ширина? Не поняла вопроса. Где ширина? Высота. Высота зоны стресса. Длина вот здесь. Длина удлинения ложа. Вот это уже на ваше усмотрение. Максимум это один к одному. Да? Может быть, меньший френч, узкий. Но вот я вам сказала, рекомендую делать чуть покороче ложи. Не слишком удлинять его, чтобы осталось место, куда вот красоту эту сделать витражную. Здравствуйте. Тоже пропустила начало. Это гелевые типсы? Нет. Что, такие краски? Такой ровный, да? Да, согласна. Вот. Вот так надо выкладывать ровно, чтобы казалось, что это гелевые типсы. Нет, это нижние формы. Это гель на нижние формы, девочки. Сушим пока. И дальше у нас будет этап опила линии улыбки. Сейчас еще минуточку. Две минуты обязательно просушиваем толщину. И сегодня мы будем делать красивый витраж из двух красок витражных. Что это там у нас? Голубая принцесса. Боже мой, и розовый единорог. Голубая принцесса. Прекрасное название. Прекрасное название для краски. У меня есть вот такая палитра. Я даже не помню, кто мне дал это стекло. У меня есть несколько штук. Вот таких. Я на них мешаю витражи. Прям нравится. Мне вот так мыть удобно, оно ровное. Это какая-то фирма по изготовлению стекол, наверное, я так думаю. Вот. И декорации. Декорации. Какие есть у вас? У меня вот что есть, я всегда этим и пользуюсь. Вот такие большие у меня есть пайеточки. Вот эти мелкие очень красивые, разноцветные. Ну, короче, подойдет все. Так, просушиваем до конца, обезжириваем. Обезжирили. И будем пилить. Прямо обезжириваем вместе с подложкой, вообще не паримся. Так. Если пилочка новая, то мы ее... Я возьму, наверное, старенькую. Так. Пилку ставим четко, ровно. Знаете, какой он на ощупь? Как мармеладка. Вот. Прямо хочется его лизнуть. Ставим пилку четко, ровно. Видите, я не выкладывала лишнего. Поэтому мне здесь просто нужно вылизать до идеала, чтобы она была прям ровная, ровная. Линия улыбки. И все. И сразу можно начать декорировать. Если мы на этом этапе выложить очень широкую линию улыбки, такую раздутую, она у вас будет вот здесь, вот такая растекшаяся, то, конечно, вы запаритесь пилить ее с подложки, спиливать. И скажете, господи, какая хрень у вас ваши выкладные френчи делать его 3 дня и 3 ночи. А если делать каждый этап очень аккуратненько и на нем заострять прям внимание, что вот подложка должна быть тонкой и аккуратной. Все, посмотрите, я даже не пилила ее практически. То есть, можно сказать, только сняла блеск. Просто выкладывайте очень аккуратно и все будет бенч. Вроде бы все хорошо. Так, даже ровно все. Вот такая у вас архитектура должна получиться после опила. То есть, вот здесь у вас на взлет, потому что это точка апекса. Не может гель вот здесь идти на спуск. И мы сейчас будем декорировать свободный край и потом докладывать его прозрачкой. Вот получается у нас архитектура как будто на два раза распилена. Можно использовать обезжириватель? Да, можно использовать обезжириватель. Я его, в принципе, использую чаще всего. Еще раз обезжириваем. Смотрите, можно взять баффик и вот здесь подложку вот так чуть-чуть побаффить. Мы же еще будем гель выкладывать, чтобы сцепка была. Так, чуть-чуть, просто чтобы не блестело. Обезжириваем. Обезжириваем. И начинаем делать витраж. Я взяла номер 028. Он мне понадобится для прокрашивания линии улыбки. Обязательно берите какой-нибудь... Вот, допустим, у меня будет сиреневый. Если у вас будет... То есть цвет прокрашивания линии улыбки должен быть темнее, чем цвет витража у вас. И прям вот так. Я беру прям кисточкой вот так прокрашиваю. Там потом доведу кисточкой потоньше. Просто так быстрее. Я так даже на конкурсе делала. Блин, да что мне садится голос? Вот, в последнее время, когда я начинаю вести эфир, у меня начинает садиться голос. В чем дело? И теперь кисточку потоньше. И вот сюда завожу. Кусиком. Можно краской гелевой, можно гель-лаком. Ну, какой цвет подберете. Сейчас я. Так прям, чтобы насыщенно было. Если получилось очень прозрачно, можно прям во второй раз пройтись. Так, прокрасили. Теперь берем кисточку любую, широкую. И вот таким образом чуть-чуть растушевываем. Только не закрашиваем ложи, а просто как будто чуть-чуть растушевываем на свободный край. Все, сушим. Залипательный процесс согласна. Далее мы берем два цвета, витража. Кстати, витражное моделирование, стеклянный, стеклянный кончик и белый выкладной есть в курсе арочное моделирование. В курсе онлайн. Курс стоит 5900. И сегодня в честь эфира я вам дам на него 30% скидку. Ссылочка будет в сторис после эфира. Так, чуть-чуть просушили и смешиваем цвета. Ой, какой. Смотрите, какой он клевый. Вкусняшка. Вкусняшечка. Смотрите, какой получается в перемешке цвет. Просто бесподобный. Бесподобный. Еще чуть-чуть синенького. Можно красного даже. С красным смешивать. Мне кажется, я с красным смешивала. А может и с таким. В общем, уже не помню. Можно даже сделать переход, например, от сиреневого, вот этого намешанного, к розовому. Тоже будет прикольно. Ну, давайте попробуем. Для разнообразия. Берем кисточку-лепесточек. Ей удобнее всего такие делать манипуляции. И выкладываем небольшой слой витража. Если я буду в два цвета делать, то сначала один выкладываю. Небольшой слой такой вот. Не размазываю, как будто вот чуть-чуть его выкладываю, но не наваливаю. И розовый, если мы хотим делать с переходом, допустим, два цвета. Можно сильно не париться. Тут над растушевкой просто чуть-чуть, как будто кисточкой их перемешать. Можно даже просто вот так взять, пошлепать. Так вот чуть-чуть дать им размешаться. Не надо там градиент из них делать. У нас сверху будет еще слой витража. И все это дело, оно перекроется. Это вот первый слой мы только задаем. Еще будет сверху. Ой, что-то я тут вымазала. Так, и не просушивая, декорируем. Вот чем хотим. Мне очень нравятся и вот эти, и вот эти. Я прям все хочу туда добавить. Вот эти вообще очень классные. Я не знаю, откуда они у меня взялись. Вот тут тоже крутые. Они прям разного размера. И я люблю добавлять разного размера. Крупные, мелкие, покрупнее и самые крупные. Если берете вот такого размера декорации, то выкладывать их можно только в самую середину вот сюда. Не выкладывайте их по бокам, иначе будет в пропил идти. Эфир обязательно сохраним, девчонки, конечно же. Вот просто как фон положу слюду чуть-чуть. Дальше вот этой красоты. Безумной. Вот они мелкие, их можно как бы по краюшку класть, ничего страшного. Вот так. Вот сюда. И уже самые крупные кладем вот эти обязательно. Господи, господи. Все блестит, все сияет, все горит у меня тут. Вот сюда только мелкие. Смотрите, по торцу только мелкие, мелкие, мелкие. Крупные не кладите по торцу. Потом начнете перейти пилкой, они у вас... Ой, звездочка! Откуда она? Вот. И вот эти крупные в самый центр я всегда только кладу. Просто вот несколько штук, они вообще круто смотрятся под витражом. Но их много нельзя. Все. Вот прям в центр вот сюда, где у меня будет самая большая толщина. Все, положили. Ой, аж в глазах у меня все зарябило. И сушим. Этапы фотографируйте. То есть скрин делайте, пожалуйста. Начало пропустили. Ничего страшного, эфир сохранится. Все эфиры всегда сохраняются на имя онлайн. Не переживайте. Просушиваем. И дальше еще слой витража выкладываем. Так, просушили. Красотищу. Красотищу. И сверху то же самое делаем. Ой, я кисточку сполимеризовала. Ничего страшного. Смотрите. Перекрываем. Блин. Возьму овал. Перекрываем все наши декорации слоем витража. Потому что если не перекрыть декорацию витражом, это смотрится просто. Они начинают сиять вот именно когда их сверху еще слоем перекрываешь. Иначе будет не так красиво, как хотелось бы. Бачка не забываем. О-май-гар-бл. Так, все, сушим слой следующий. Дальше у нас идет уже этап наполнения. Сейчас наша задача взять гель монофас, смешать его с нашими вот этими витражиками. Так, чтобы был такой вот витраж, но прозрачней, чем до замеса. Вот так вот. Прозрачкой не перекрываем. Чистой прозрачкой не перекрываем, иначе ее видно будет сверху, что вы просто ляпнули сверху прозрачки. Вот, но перед тем, как это делать, нужно еще один этап пройти. Мы берем вот этот витраж чистый, прям на кончик кисточки. И вот сюда к бортику выкладываем его в толщину. То есть закладываем нашу высоту бортика. Если мы этого не сделаем, она будет просвечиваться, будет стремно смотреться. Я просто встречала такое. Не очень это красиво смотрится. Прям вот сюда заливаем толщину. Да, он жидковатый, конечно. Ничего страшного. Лучше так. Сушим. Просушили и еще капельку спустили на свободный край. Кисточку выбросить или кисточку выброшу. А что делать? Лаки витражные подойдут? Конечно, подойдут. Ну, гейлаки, да, вы имеете в виду? Вот сюда. Чуть-чуть. И дальше уже выполняем заливочку. Так, чуть-чуть попрозрачней. И тоже так же в два цвета. То есть, раз мы взялись уже делать двухцветный, то есть с переходом, то, соответственно, так делаем и до конца. Если я сейчас сиреневым перетяну его весь, ну, конечно же, он будет не очень красивенький. И вот сюда еще розовенькую. И кисточкой вот так по центру чуть подперемешиваю. Не нужно стараться, что-то там градиент сделать. Смотрите, он сам растекается в переход. Переворачиваем. Сцентровываем. Сушим. Ой, какой он вкусный! Если чуть-чуть по бокам монофаз, смешать с гель-краской, да. Сколько такие ногти стоить будет? Ну, смотря где. Смотрю, у кого. У всех разные цены. Кто-то вообще делает ногти там по тысяче, у кого-то салонное моделирование стоит три. Так, не вижу. Толщину мне хватает? Так, тут хватает. Ну, вот здесь по бокам можно промазывать в самом конце для перестраховки. Потому что, если вот здесь будет тонко, не сможете выпилить красивую форму. чуть-чуть подстёк. Всё, и досушиваем две минуты. И будем пилить. Всё, готов. Готов, готов. Ой, потом будет самый офигенный момент покрывать его топом после пила. Огонь. Согласна. Можете пока вопросики позадавать, пока две минуты сушим. Если нет витражных гирлаков, что можно использовать? Смотрите, мне очень нравятся неоновые пигменты смешивать с монофазом. Чуть-чуть совсем их добавляете, они тогда яркие, витражи просто. Можно любой краски добавить. Но если краска, чуть смотрится грязновато. Берите, если краску или гирлак добавляете в монофаз, берите чистые цвета, только не выбеленные. Чистые неоны, чистый красный, чистый синий. Понимаете, о чём я говорю? Не сложные цвета, иначе будет грязный витраж. А так, в принципе, можно сделать из любой краски, из любого гирлака спокойно. Волшебница я волшебница, да. Если обычно наращивание полторы, выкладной френч, сколько можно ставить? Можно две с половиной ставить. Можно ставить пять. Можно ставить десять. Вообще, как хотите. То, знаете, когда вы умеете делать сложное моделирование, когда вы делаете такие ногти, которые не делает никто, вы можете... Какую цену хотите ставить? Хоть двадцать тысяч за ногти. Поэтому это уже, знаете, такое дело. Нестандартные варианты. Они могут стоить вообще абсолютно по-разному. А теперь пилить ступеньку, да, и по длине. Всё. Каким гелем можно... Спасибо, девочки, за комплименты. Каким гелем можно делать подложку вместо монофаз? Можно акригель клер, но мне больше нравится монофаз всё-таки. Вот это ещё момент. Видите, у меня изнутри идеальная линия улыбки видна. Ровная. Если у вас... Если вы выложите гель на форму или акригель вот так вот неровно, и потом начнёте его пилить, выпиливать с подложки, там, заужать, у вас изнутри будет вот так вот некрасиво, мутно всё. А в идеале должно быть вот так. Чистая-чистая линия улыбки, которая видна с внутренней стороны. Так. Поехали. Выравниваем боковые линии. Боже, как мне нравится этот цвет. Очень получился необычно, согласитесь. Теперь мы отпиливаем по свободному краю по форме. Доводим наш миндаль до красоты. Обязательно пропиливаем по линии улыбки. Около кутикулы снимаем блеск. Пилочка у меня уже лысенькая. Возьму-ка я новую. Не люблю долго пилить. О, другое дело. Не хватает музыки, да, чтобы сейчас скрипка, например. и опила даже немного. То есть, если вы на всех этапах стараетесь сделать очень аккуратно и красиво, подложку маленькую, аккуратную, точно по форме, точно по длине, потом вы ложе выкладываете аккуратно, что практически не пилите. И мне всегда спрашивают сколько можно сделать допустим такие ногти. Я говорю, да, как бы можно сделать при желании за два с половиной часа. А можно, конечно, и за пять. И за шесть. Ой, какой он классный. Все, девочки, будет у меня, походу, пять таких. Кого-то напрячь сделать. Сейчас пойду к резидентам. Скажу, кто хочет модель. Прекрасную. Форму на клиенте ставить все десять пальцев или по одному. Не поняла. Но берете форму, приклеиваете, выкладываете подложку. Берете следующий ноготь. Каждый этап делается конвейером. Даже усики у нас не пропилились. Но чаще всего вот здесь приходится докрашивать. Чуть-чуть доводить тем цветом, который у вас был на бортике. Вот герлаком, который мы прокрашивали. Это абсолютно нормально. В этом нет ничего страшного. Все. Отпилили мы архитектуру. Сейчас апекс чуть-чуть сдвинем и будем шлифовать. Мне кажется, сейчас защемление будет. Как же это неудобно. Все. Продольный изгиб у нас шикарный. Свободный край хороший. Ребра жесткости есть. Для меня пиво — это медитация. Как же это прекрасно. Обожаю. Так, ну что. Вроде бы хорош. Сейчас еще поперечные арки посмотрю. Так, вот тут что-то мне не нравится. Вот сюда. Ну, вроде все ок. Шлифуем. Шлифовка тоже очень обязательный этап и очень ответственный. Не пренебрегайте шлифовкой, особенно перед покрытием цветом, иначе у вас будет цвет ложиться буграми неровно. Это вот мне очень часто спрашивают. Блин, у меня цвет не ложится неровно. Я говорю, вы если сделали архитектуру не идеально гладкую, не идеально вот такую всю вот прям идеальную в общем, то у вас и цвет будет ложиться не идеально. Обезжириваем. Сейчас сначала убираем пыль, конечно же. Вытираем руки, ноги, обезжириваем. И изнутри в том числе. Ничего мы сейчас уже не наносим, ни базу, ни ультрабонт, ничего, ничего. Пузырик. Если образуются пузырики на акригеле, вот, видно вам его? Чего вы замерли там? Где ваши сердечки? Так, вот видите пузырик? Вот, и он прям цепляется. Можно взять акригель, которым делали ложа. Где? Вот, милк. И зашпаклевать его. Ну, у меня милк, я бы не стала. Я просто хочу вам показать. Вот так берете, прям на палочку, и как будто замазываете. Я это называю шпаклевать пузырьки. Смотрите. Все. И даже не нужно будет пилить. Можно прям вот так взять и растереть. Все, и пузырька нет. Лайфхак. Рассушим чуть-чуть его. Залипли все на красоту. А я смотрю, думаю, замерли. Ля-ля. Так. Усики показать, как подрисовывать? Ну, мне их особо не надо. Не у меня. Вот тут, тут чуть-чуть. Вот чуть-чуть. Здесь вроде все хорошо. Но покажу все равно. Кисточкой линеарной, конечно же. Вот тем цветом, которым бортик прокрашивали. так, чуть-чуть, буквально точечку, если у вас там где-то чуть пропилилась. Не вижу, отсвечивает, простите. Переверну. Все. Вот теперь идеалити. Просушиваем и наносим топ. Можно текласс, можно утрашаем. У меня попался текласс, будет текласс. можно текласс, можно утрашаем, можно блин, как он называется? Скажите мне. Бриллиант финиш гель. Я советую, а как стекло отмываете потом? Ремовером. А где этикетка? Ремовером до снятия гирлака. Осторожнее, я переживаю. За чем? Ты богиня? Спасибо, девочки, мне очень приятно. И наносим топ текласс. Сейчас я скрин сделаю для сторис себе. Если смогу. Смогла. Вот теперь можно залипать. не передает. камера, он живую блестит просто в вырве глаз. ой, бабы, чувствую, будет у меня все такие, сушим. И нанесем масло. Чем я не клиент. Ой, спасибо, девочки, спасибо вам огромное. Хочу уметь также. Добро пожаловать на арочное моделирование. Там есть витраж и стекло, и все есть. Сегодня дам вам скидку 30%. в сторис все будет. Теперь тоже такие ходят. Да вообще капец. Каучуковая? Ой, господи. Медиум. Просушим окончательно две минутки. И готово. О, боже мой, какой же он красивый. Мама, мамочка моя. Ну что, давайте еще вопросики. Если ноготь длинный у клиента, можно видеть и на свой ноготь? Конечно можно, но ноготь свой, он непрозрачный, поэтому вот прям такого эффекта не будет, но все равно витраж будет. Будет, будет, поэтому можете делать и на свой ноготь клиенту. Ну, все, девочки. Я думаю, что попробовать вы можете прямо по эфиру. Если вам очень хочется, вы всегда хотели попробовать витраж, то можно прям пробовать. Если хотите прям научиться и вам нужно наставничество, кураторство, добро пожаловать на курс арочное моделирование. Дурацкий крепеж, ненавижу. Спасибо вам большое, что вы выделили сегодня пятницу столько времени, чтобы посмотреть мой эфир. Вас было достаточно много. Всех вас люблю, обожаю проводить такие эфиры. Если вдруг какие-то вопросы, пишите в директ. Спасибо вам огромное. Пересматривайте, эфир сохранится. Курс арочное моделирование сегодня со скидкой 30%. Всех люблю. Всех люблю. Всем пока. Всех рада буду видеть, слышать себя на аккаунте в директе. Пока. Пока. . Пока. Пока. Продолжение следует...